17.03. Чёрная комедия города белых ночей. Смогут ли молодые стажёры из Москвы и депрессивный петербургский КОП раскрыть все его тайны? Смотрим Вовка. Ссылка в описании. Приветики. Такой вопрос к вам. Что заставляет нас уважать тот или иной автомобиль? Ну, в смысле, типа, вот ты иногда видишь какую-то машину и такой, да... Вот это вещь. А на какую-то машину ты смотришь и такой, да... Вот это вы хуйню, конечно, сделали. Изначально может показаться, что это всё зависит от бюджета. Что чем дороже, тем лучше, что вот Феррари, Ламборгини, Бентли, Роллс-Ройс, это да... А вот УЗД у этого, да... Но это всё только на первый взгляд. Потому что, если, опять же, вспомнить наш любимый Сускилл, который Лексус ЛХ, ты изначально смотришь на него на дорогах общего пользования и такой, да... Вот это чёрная большая, уважаемая машина, да... А потом ты в какой-то момент оказываешься за рулём от автомобиля и такой, да... Вот это вы меня на***ли, конечно, знатно, да молодцы. Или, допустим, современная Ауди А8. Вот актуальный кузов. Ты вроде бы смотришь, вроде бы F-класс, вроде бы за много денег, вроде бы от немецкого производителя. Но потом ты в неё садишься, катаешься в ней пару дней и такой, типа... О-о-о, ребята, это вам в руки, конечно, бы насрать хотелось бы. Большую кучу... Чтобы вот это вот... Так сделали, да? Спасибо вам. А потом ты вылезаешь из этой А8, мимо тебя проезжает Уру с Ламборгини, и ты такой... О-о-о-о-о-ой! Какое чувство испанского стыда так классное, когда вот едет на этом он, а стыдно мне. И одновременно с этим у нас есть Клио Ирес, например. Который Рено, который маленький хэтчбэк, который ты в потоке никогда не заметишь. Но потом ты оказываешься за рулём и такой... О-о-о, вот это да, вот это интересно! И тот же самый GCV в ту же калитку, Ford Fox второго поколения. Да, он старый, понятно, типа там уже живого ничего не осталось. Но если вдруг ты на каком-то кладбище откапываешь живой Ford Focus 2, садишься, едешь, ты через 5 минут уже улыбаешься. Просто потому что машина классная. Как и девятый Lancer, типа, из той же самой эпохи. И вот если не брать мотор 1.3, потому что 1.3 это перекрестить и закопать всё, типа, забудьте. Но с любым другим мотором великолепный автомобиль. Но при этом ты из 9 пересаживаешься в 10 и всё, таска сколько уныния. И ездить невозможно абсолютно. Почему так? Точнее, что прививает нам вот определённое отношение к определённому автомобилю? Это нам маркетологи на ухо немножко шепчут так вкратчиво, что типа, тут вот такой автомобиль, здесь такой. Или мы своим каким-то вот общим автомобильным сообществом, как-то там общим мозгом понимаем, вот как нужно относиться к этому автомобилю и как нужно относиться к вот этому автомобилю. И что из этого первично? Мнение людей или мнение маркетологов? А даже если представить, что мнение людей первично, то вот оно сформировано за счёт чего? Реально самими людьми? Или всё-таки там до этого уже успели немножко постараться маркетологи? И вот сегодня мы в этом с вами и покопаемся. Потому что, как мне кажется, я вот сейчас еду в абсолютно идеальном автомобиле, чтобы разговаривать на эту тему. В Porsche Cayenne третьего поколения. Потому что Porsche Cayenne в нашей стране это тачка, которая собрала в себе вообще всё, что можно только собрать. Потому что, с одной стороны, это очень большая ржака и мем для всего интернет-сообщества. Потому что вот он на коленях, приполз на разборку, без передней оптики. И оттуда вылезает человек в лакированных остроносых туфлях и пытается его починить запчастями от Рена Логан. А при этом, с другой стороны, с противоположной, это всё-таки дорогой и уважаемый премиум, на котором ездят действительно уважаемые ребята. Плюс одновременно с этим это карикатура для всех девочек и мальчиков, которые себе насосали и нализали. И одновременно с этим же это, типа, достойная награда для человека, который всего добился сам. И плюс ещё на всю эту кучу у нас одновременно с этим это вроде бы как автомобиль, на котором бренд должен зарабатывать деньги. И поэтому в нём не должно быть ничего святого, кроме моржи. И одновременно с этим это, типа, абсолютно гениальный кроссовер с точки зрения инженерной мысли. И с точки зрения того, как он в целом вообще сделан. Поэтому в нём намешано абсолютно всё, что только возможно. И вот давайте сегодня в этом покопаемся. Есть у меня одна история, которую я вам давно хочу рассказать. У меня очень сложные отношения с подарками, которые мне дарят. И так как мне особо ничего не нужно, а вот что нужно, я и сам себе купить могу. И принимать подарки я вот не умею. Мне даже радость на лице сложно изобразить. И поэтому у команды каждой весной начинаются проблемы. Они ищут мне подарок на день рождения. И в этом году у них родилась абсолютно гениальная идея. По их мнению, естественно. И они решили подарить мне... Автомобиль! Да. Ну, естественно, не какой-нибудь там, типа, 911-й, типа, на кой он мне, действительно. А они решили подарить то, что я себе никогда не куплю. Audi A2. Чтобы каждый день я приходил на парковку и выбирал, на чём мне сегодня покататься. Вот на Каймане или вот на этом великолепии. И кто бы мог подумать. Но оказалось, что найти Audi A2 в хорошем состоянии, это задача не из лёгких. В итоге, они нашли подходящий вариант. Объявление было на Авито, а машина стояла под тулой. И ребята даже отчёт автотеки купили. Чтобы проверить, что всё ок, и не кататься просто так, потому что свободного времени у продакшена тоже не то чтобы очень много. Потом, слава богу, на команду всё-таки снизошло озарение, что идея не так гениальна, как они себе думали. И они передумали мне дарить Audi A2. Поэтому я сейчас без автомобиля. Вот совсем без автомобиля. Ведь совсем недавно вы сами знаете, что я сам выложил на Авито объявление по продаже Каймана. И вот я его уже продал. И пока что я не решил, что буду брать вместо Каймана. И время от времени, ну, просто залипаю на объявление. Да, все мы с вами так делаем. А если вы сейчас тоже в поиске автомобиля и не хотите тратить на это всё своё свободное время, то воспользуйтесь Авито. И это реально удобно. Во-первых, здесь много объявлений. И более того, много можно найти только тут. Такие эксклюзивные объявления помечены плашкой только на Авито. Это значит, что у вас больше вариантов для покупки и все они в одном приложении. Во-вторых, у Авито есть сервис автотека. И с её помощью можно проверить пробег, историю ДТП, владельцев, как обслуживали автомобиль и много чего ещё полезного. А значит, не нужно будет искать и открывать миллион сайтов и приложений, чтобы проверить как можно больше информации об автомобиле. Вот тут мы видим, что этот автомобиль не в розыске и не в залоге. У него всего два владельца и никто из них не попадал в ДТП на этом автомобиле. И в такси и каршеринге автомобиль тоже не использовался. Спускаемся ниже и тут мы видим историю обслуживания. Машина обслуживалась у дилера и последний ТО был в июне на пробеге 31 190 километров. А ещё ниже график пробега. Он равномерный, а пробег всего 34 тысячи. Такой вариант можно смело ехать смотреть вживую. И да, отчёт автотеки не бесплатный, но это просто ничто в сравнении, сколько времени он вам сэкономит и от каких убытков он вас может гипотетически уберечь. Поэтому он того определённо точно стоит. Поэтому переходите по ссылкам в описании, выбирайте быстро и удобно свой автомобиль на Авито, проверяйте его по автотеке, а свободное время лучше проведите с близкими. Каен — это Каен. Собственно, и всегда им был. И это то утверждение, после которого вы мне можете такие, типа, «О, э, хера, списались, нашёлся, ку-ку, алло! Мы в курсе, что Каен — это Каен, что это не Матист? Типа, ещё какие-нибудь откровения будут, нет?» Но под фразой «Каен — это Каен» я имею в виду то, что вот он как появился великолепным, так и продолжает им быть во всех последующих поколениях. Потому что, опять же, далеко ходить не нужно. Если вспомнить, допустим, ML, Mercedes, который вот GLE по-современному, то там вообще со всеми кузовами просто сплошные американские горки, потому что 163-й кузов — это сплошное недоразумение и вообще просто «Вау, забудьте нахер!» 164-е поколение, ты такой «Да, это хорошо, уважаемо, классно, замечательно, да, всё, согласен». А современный актуальный GLE — это вот... Ну, машин какая-то. Я вот три раза ездил в современном GLE и ни одной детали этого автомобиля не запомнил. Ну, кроме кальян на центральной панели. И при этом, даже если брать какие-нибудь каноничные модели, которые существуют хера вот у Чулет, то там тоже всё равно есть какие-нибудь... Допустим, там, тот же самый четвёртый Мустанг. Вы вообще помните, что это такое? А вот Мустанг очень стремительно пытается забыть, что у него было четвёртое поколение. То же самое касается третьего «Фокуса», то же самое касается десятого «Ланцера Эволюшн», да и даже «Пассад» скатился просто в обычный автомобиль. Да, как бы «Пассад» он и так изначально, как бы, просто вот, ну, обычный автомобиль. Но, условно, в пятом и шестом поколении там, ну, как бы, что-то такое интересное было. А современный «Пассад», ну, он, как бы, есть, и хуй с ним вообще. А «Каен» за все свои 20 лет существования ни разу не обосрался. Он как изначально появился великолепным, так и продолжает быть великолепным. И вот почему так? Потому что сам по себе автомобиль хорош? Или потому что нам эту идею продали маркетологи? И если вспомнить историю модели, которую мы вот рассказывали здесь в документалке, надо понимать, что «Каен» — это, блядь, центральная опора компании «Порше». И если бы не случилось в своё время «Каена», то у нас бы и не случилось ни «Бокстеров», ни «Кайманных», ни 911-х, ничего. Потому что «Порше» бы тупо бы утонул в своей финансовой отчётности. Но в 2002 году появляется 955-й «Каен», и просто фактом своего существования подрывает жопы абсолютно всем. Потому что фанаты тут же достают такие огромные кресты и идут распинать на нём всё руководство компании и нести их потом распятых на крестах куда-нибудь в сторону «УАЗа». Потому что такие люди, кто придумал 955-й «Каен», могут работать только, сука, на «УАЗе». Потому что «Как же так? Вы же натянули 911-й на здоровый кроссовер, на Туарек, это вообще, блядь, не канон». А все остальные адекватные люди тут же выстроились в огромную очередь, чтобы себе побыстрее заиметь все великолепие. Потому что, как бы, по совокупности параметров и по совокупности тому, что было в этом автомобиле, ничего другого на рынке не было за такие деньги. Ты получаешь звук и динамику V8, ты получаешь управляемость легкового автомобиля, собственно, в кузове размером с дачный сарай, у тебя там много места, всё замечательно, и при этом оно всё классно управляется, и вишенка на торте тебе держи, шильдик «Порше» на капот. Если посмотреть, сколько стоил первый «Каен», у него тупо не было конкурентов. Потому что у всех остальных автопроизводителей схема была либо-либо. Ты, например, мог пойти и купить какой-нибудь американский здоровенный автомобиль с V8, но, блядь, руль лучше не поворачивать. И педаль тормоза тоже лучше не нажимать, потому что ни другого, ни другого у тебя тупо нет. Либо ты берешь тот же самый, там, ML, например, и ты, как бы, ты проигрываешь в том, что там мало места, ты проигрываешь в том, что всё-таки и динамика там немножечко, немного другая, и сам по себе он весь какой-то... Да. И то же самое 53-й X5. И везде, там, в каких-то мелких нюансах, ну, как бы, ну... Ты везде где-то проиграл. А тут, по сути, за небольшую добавочную стоимость ты получаешь и бренд, и управляемость, и V8, и кузов, и вообще всё замечательно. А «Каен» мог выполнить вообще любую задачу. Вот что бы ты от него не захотел, он всё может. И пофиг, что он стоит чуть дороже, потому что рынок был готов за это платить. И «Порше», по сути, были первыми, кто вот это дело прочухал, что мы можем дать вам всё и сразу, заработать на этом чуть больше денег и попросить от вас чуть больше денег. И рынок был готов эти деньги отдавать. Просто дайте нам автомобиль, заберите наши деньги, и на этом пока. И «Порше» первый кто-то дело прочухал. Если полезть в статьи или видеоматериалы, которые существуют вокруг «Каена», типа, касаемо любого абсолютно поколения, то там будет вот такенный здоровенный блок по поводу того, что как же тут всё замечательно рулится, и как же тут всё замечательно сделано, и инженеры вдруг додумались до каких-то абсолютно невозможных вещей, как же замечательно работает многорычажка с двухрычажкой в паре. А тут ещё у нас в третьем поколении появились разноширокие катки, и очень умная система полного привода, и доворачивание задней оси, которая это всё понимает, и в любом повороте, в любой ситуации тебя точно вытащит, довернёт машину. Каким бы ты бараном бы ни был, куда бы ты ни полез, машина справится, не переживай. И при этом это всё будет подано таким образом, что это настоящее истинное удовольствие от вождения, и этот автомобиль может, типа, обмануть законы физики. И это абсолютно в любом поколении, абсолютно с любым Каеном. Рубль в рубль, какую статью не открой. И самое прикольное, что это всё правда. Ну, типа, базару ноль. Автомобиль рулится как не в себя, это понятно. Да, действительно. Но у меня есть вопрос, точнее, такое подозрение, которое, вот я прям уверен на 100% правдивое, что 95% аудитории, которая покупает Каен, в рот его понятия не имеет, что там где, куда, как в управлении. Потому что даже я, с учётом того, что уже вроде бы чё-то там на кольцевых гонках там участвую, чё-то вроде бы там иногда даже на какую-то тумбочку могу приехать, иногда даже могу финишировать не последним. Плюс десятки часов на треке в боевом режиме, плюс десятки часов на площадке по контрварийной подготовке водителей, картинг, спортивный, карва, да, вся херня. То есть, да, вот даже я, с учётом того, что у меня уже есть какой-то багаж, в рот шатал лезть и искать пределы этого автомобиля на дорогах общего пользования. И вообще, в целом, в рот я шатал искать хоть какие-либо пределы хоть какого-либо автомобиля на дорогах общего пользования. Просто потому, что на дорогах общего пользования ты там ничего не найдёшь. Ну, точнее, всё, что там найдёшь, то столб, дерево, другую машину, пешехода, там, типа, что-нибудь такое. А лезть на трек на Каене, ну, ребят, вопрос, вопрос. Поэтому, где там как ощутить скольжение какого-то там колеса, когда ты там чё-то куда-то упираешься, и как там тебя потом машина доворачивает, по*** всем. Ну, типа, прям большую кучу насрать. Потому что 99% этих автомобилей будет использоваться в обычном городском режиме, и иногда ты такой с места «Ха!» А он такой подумал, а он такой, «О, точно, мы ж Каен, у нас же мотор, мы ж там чё-то куда-то как-то, да?» Но потом ты всё, у тебя доезжаешь до поворота, остановился, едешь дальше. Спокойненько себе, тошнишь такой, вот, повернули, едем, да. Можно ещё по платке 200 разогнаться. Вот. Всё. И вот таким образом будут эксплуатироваться эти автомобили. Это нормально, это всё в порядке, это всё хорошо, но при этом все такие, типа, да, управляемость Каена, это... Это прям там, да, вот можно даже подъехать такой на 30 км в час, повернуть, рву, и он повернёт. Можно повернуть туда, он тоже повернёт. Ни***я, вот это наверно. Можно ещё жопу посадить, можно жопу поднять, можно там амортизаторы настроить, чтобы челюстью клацать или не клацать, или вот кому как комфортнее, у кого какая там вставная, обычная, прочее, прочее. Типа, вот, инженеры. И надо же понимать, что обычный пользователь, он, ну, как бы, он обычный пользователь, он нормальный, обычный, здоровый человек, который на треке никогда не был, и который даже, если там когда-то и оказывался, ни в какие пределы, никогда не лез, потому что это, блядь, страшно, ну, как бы, и нужна подготовка определённая. И, естественно, одновременно с этим человек понятия не имеет, как едут все остальные конкуренты, потому что даже если он там где-то на тест-драйве на каком-то и прокатился, то мы все с вами прекрасно представляем этот тест-драйв. Ты сел вместе с менеджером, такой, дорога, можно нажать на газ, но менеджер смотрит очень сурово, поэтому на газ нажимать не будем. Или если у тебя попался азартный менеджер, можно нажать на газ, опять же прямой проехать, потом остановиться, такой, ну все, я все понял. И все, что мы можем понять из всех этих однотипных описаний того, где там какой, там инженерный гений, что там куда, как засунул, это только лишь то, что, типа, важно, чтобы пользователь очень правильно считал верный посыл. Который, понятное дело, типа, журналистов не заставляют рассказывать, никто не стоит там с ружьем и такой, типа, ну-ка, расскажи-ка, как там в повороте, куда там что-то как подскальзывается и как там что-то доворачивать. Нет, конечно, просто, типа, людям дают ту информацию, типа, смотрите, какую прикольную штуку мы сделали, и она реально, да, прикольная, по базару ноль. Журналисты, которые могут там еще куда-то что-то как-то нагрузиться, едут, пробуют, она работает, и они про это пишут. Кайф. Но все это делается только лишь для того, чтобы пользователь такой себе в голову, оп, да, это машина про драйв, про фан, и если я люблю что-то куда-то рулить, педалировать, оно мне подходит. Только для этого. Этот кузов появился в 2017 году, но до нашей страны он добрался в 2018, поэтому по нашим дорогам он ползает примерно 4 года. И уже вовсю, естественно, торгуется на вторичке. Если вы, ну, нацелились плюс-минус покупать себе что-то подобное, то вам нужно знать несколько вещей. Первое, это моторы. Когда вышло третье поколение, откуда-то со стороны колхозов тут же поднялся вой по усопшему дизелю, потому что вот в предыдущем Каене, который 958-й, вот там у нас был замечательный наш трехлитровый V6 дизель от второго Туарега, и как же, как же было замечательно, что это абсолютно надежный мотор, до 200-300 тысяч ты его там, типа, эксплуатируешь, вообще в ус не дуешь, покупаешь себе какое-нибудь потом такое ведро, и еще 100 тысяч на нем дальше ездишь. Вот было замечательно, а тут все, пи***, развалится. И да, я понимаю, что, как бы, уверенность в том, что ты можешь доехать до разборки своим ходом, это очень важно и очень классно, но в случае с покупкой премиальных автомобилей надо понимать, что это, ну, как бы, не только мотор. Точнее, когда вы имеете дело с премиальным автомобилем, который на момент выпуска и на момент выхода с завода имеет в себе абсолютно все возможные автомобильные технологии на данный момент, то к тому моменту, когда вы уже покупаете себе автомобиль, там, условно, пятилетний, семилетний и прочее-прочее, мотор может быть вообще не самым первым, о чем стоит волноваться. Потому что, опять же, если вспомнить, допустим, рейндж-ровер, там, типа, четвертого поколения, третьего поколения, который вот, ну, большой, нормальный, человеческий, ни спорт, ни эвок, ни вот это все говно, типа, вот, нормальный человеческий рейндж-ровер, то в случае с моторами это последнее, что ляжет, вот прям любой мотор. Только мы все с вами знаем, спасает ли это каким-то образом всех владельцев рейндж-роверов от анальной рези по утрам? Нет, не спасает. И тут работает все то же самое. Намного важнее общее состояние автомобиля и та жизнь, которую он прожил, нежели какая-то конкретная комплектация. Потому что, если вы с дуру и с разбегу пойдете и купите первый попавшийся Каен понизу рынка или даже в середине рынка, а потом окажется, что его там где-то там на какой-то столб намотали, а потом какие-то бубеки в гаражах восстанавливали, то вы гарантированно тут же прилипаете на большое количество денег и на большое количество нервов. Бубеки при этом это не национальность, а уровень интеллекта. Важная ремарка. Поэтому в случае с простыми автомобилями, в которых кроме мотора нет ни хера, там можно ощутить такой, типа, так, ну вот, вот тут такой мотор, здесь вот такой мотор, оно вот ходит так-то, ходит так-то. Когда вы покупаете премиальный здоровенный кусок железа, в котором херова гора технологий, нужно смотреть на весь автомобиль вкомплексно. Если говорить чуть более конкретно, и в случае конкретно с моторами, то здесь у нас их по сути три штуки. Трехлитровый V6 с одной турбиной, как у нас тут, на, там, 340 лошадей, условно говоря. 2,9 от Audi, от RS-ок на 440 лошадей. И V8 с херовой кучей возможных форсировок от 460 до 640 лошадей, там, ну, в зависимости от комплектации. Плюс там еще бывают гибриды, и это все нам нахер вообще не важно. Важно, что можно покупать абсолютно любой мотор. Вот вообще любой. Вот на какой привстал, тот и покупаем. Ну, в смысле, нужно сначала полностью проверить автомобиль, посмотреть, что там внутри происходило, какая была история обслуживания, били ли его, разбивали ли ли его, там, что-нибудь с ним происходило, и после этого принимать решение. Но базово, если вас мотор устраивает сам по себе по мощности, все, за**ись, кайф, берем. И единственное, что вас должно было заботить, это то, как автомобиль обслуживался до вас, в каком он сейчас находится, вот, в данный момент состоянии, и третье, как вы его потом будете обслуживать. Если вы все эти три правила будете соблюдать, все будет хорошо. Какой бы мотор, вы бы не выбрали. Второе, что нужно понимать, это амортизация. Как и любой другой премиальный автомобиль, как и любой другой премиальный бренд, Cayenne, типа, больше свою стоимость теряет, там, в первые 2-3 года. В текущих реалиях рынка оно, как бы, хер знает, потому что изначально машина, там, покупалась за 5-6 миллионов рублей, они плюс-минус, вот, сток стоили, там, типа, в 18-19-х годах. И сейчас оно, плюс-минус, сток же и стоит. А что-то стоит дороже, а что-то стоит, хуй пойми. Но если мы просто берем какие-то обычные нормальные постулаты рынка, то, вот, там, первые 2-3 года самая большая амортизация, а дальше все будет зависеть от того состояния, в котором у вас будет находиться автомобиль. Если вы купите говно и будете за ним ухаживать как за говном, вы не продадите его потом сильно дешево. И если вы купите хороший нормальный автомобиль и будете за ним нормально и хорошо приглядывать, то все с ним будет хорошо и в деньгах он терять будет не сильно. И так как эти автомобили сейчас у нас находятся как раз-таки в самом вот этом вот возрасте 3-4 года, самое то их покупать. И третье, о чем я уже так скользь немного сказал, это цена. Я могу вам сейчас сказать какие-то там плюс-минус цифры, что они стоят вот от стольких до стольких, вот за такую-то комплектацию примерно сток-то, вот за такую-то комплектацию примерно сток-то. Но фактически через 2 недели, после того, как выйдет этот видос, или через месяц, или там через 3 месяца, это уже все будет нахер тупо не актуально. Поэтому если вы вдруг, типа, присматриваете себе Каен, позвоните в Прагмат. Не потому что это моя компания, не потому что нам нужно срочно продажи повысить, что-то еще, не, позвоните, мы вам там бесплатно все расскажем, что в данный момент сейчас на рынке происходит. Потому что у парней там самая оперативная информация, которая только может быть в принципе. И в Каенах мы разбираемся. Мы их подобрали там, типа, не один десяток. Мы эту машину знаем, любим, уважаем, все вам нормально расскажем. Но опять же, если вы хотите там хоть какие-то конкретные цифры на данный момент, то от 6 до 20 миллионов держите вам. А дальше разбирайтесь. Подытоживая. Забейте хер на дизель. Ничего страшного нет в том, что в этих автомобилях нет дизельного мотора, а бензиновый великолепный. Даже базового трехлитрового бояться не стоит, потому что он, типа, в свое время совершенно спокойно ходит. 150-200 тысяч километров, все тупо зависит от эксплуатации и обслуживания. Второе. Не нужно выжидать каких-то там супер, вот какого-то там такого времени, что вот сейчас что-то там произойдет или что-то там не произойдет, и вот они там тупо дешевеют, тупо дорожают, прочее, прочее. Если вы нашли хорошую машину, и у вас на нее деньги есть в наличии в данный момент, и хочется купить, покупайте. Не ебайте себе голову. Дальше рынок будет еще более хуйникакой, поэтому нет никакой проблемы с тем, чтобы пойти купить машину сейчас. Потому что, опять же, по опыту 19-го, 20-го, 21-го до 22-го года, чем раньше ты купил машину, тем лучше. Оказывается, потом на дистанции. И третье. Если вы, грубо говоря, рассматриваете плюс-минус вот какой-то большой премиальный кроссовер, но при этом вам кажется, что Каен это какая-то клишированная штука, которая такая, как бы, тачка для девочек там, или вот такая-то херня, съездите, покатайтесь, посидите, поездите. Потому что, скорее всего, автомобиль вообще не такой, каким вы его себе представляете, а намного лучше. Но, если все-таки взять и отключить все вот эти вот томные и нежные голоса, которые тебе на ухо шепчут, что купи Каен, купи Каен, он охуя, купи Каен. Если вот это все дело отрубить и просто вот включить наше любимое, жопометр, и как-то что-то там, ну, чувствовать, что мы чувствуем, условно говоря, то, как бы, понятно, что это большой кроссовер. Понятно, что у него есть масса, закон физики, инерция, вся херня. Но, надо понимать, что когда вы, допустим, садитесь в какой-нибудь тот же самый Туарег, и почему-то люди думают, что типа Каен и Туарег-то одно и то же. Да, понятно, они оба на MLB, но это два разных автомобиля. Вы в Каене Туарега не найдете, как и не найдете в Туареге Каена. Это разные автомобили, совершенно. И можно, конечно, немножечко притянуть за уши, что вот, ну ладно, типа там, трехлитровый V6 бензиновый, это еще плюс-минус автомобиль V-группы, ну, в смысле, мотор V-группы, то вот V8 это уже все, чисто Porsche, хуйберешься, тут базару ноль. И мотор от ESC тоже вроде бы как Porsche, ну, который типа 2.9, поэтому вот если ты покупаешь себе S, Q, там, GTS и прочие более высокие модели, типа, все будет в порядке. Но тут вроде бы как Туарег, ни хуя, блядь, тут не Туарег. Просто запомните. Это разные автомобили. Да, мне, как человеку, у которого у самого есть Porsche двухдверный, и который прекрасно понимает, что это за автомобиль и в чем прикол, я понимаю, что, типа, это Porsche. Да, и тут есть какая-то своя управляемость, есть какая-то своя настройка, которую я, естественно, проверять не буду, но это сразу чувствуется. Ты садишься в машину, буквально даже на обычной просто гражданской скорости что-то куда-то поворачиваешь, ты понимаешь, что ты такая, ага, оно веселее, чем примерно 90% всех стены кроссоверов, на которых я катался. Потому что Mercedes, забудьте, нет, просто нет, рядом не поставить никак. Про всех японцев я просто молчу в целом. И ближайшее, наверное, что хоть как-то может плюс-минус где-то мимо проходить на X5, чисто потому, что ты чувствуешь здесь как водитель. Но если взять в целом кроссоверы, и что они из себя представляют в некой массе, у меня вот в голове существует два полюса. Первый — это рейндж-ровер, с точки зрения того, как он себя ведет плавно, какой он царский, какой он мягкий, какой он кайфовый, ты просто осадишься и начинаешь пускать слюну, потому что ты такой, ой, как хорошо-то, ой, как замечательно, как комфортно, вообще за***сь. И другой полюс, если ты хочешь как-то остро, быстро, резко, дерзко, то это кайен. Все. Типа, что хочешь, туда и иди. А все остальное, оно существует плюс-минус посередине. Даже там условные крузаки, которые равны, которые такой, руку так вот взял, сюда вот плечо положил и вот так вот поехал с очень уважаемым видом. Это все равно все ху** из-под ногтей, с точки зрения, ну, типа, тех ощущений, которые ты получаешь как водитель, потому что в крузаке у тебя никаких ощущений нет. Как явление. И у меня нет ощущения, что кайен это какой-то маркетинговый продукт. То есть это, типа, цельный автомобиль, в котором есть определенный смысл, в котором есть свои технологии, в котором есть, типа, над ним думали. То же самое, как макан. Тут что-то есть такое мнение, что вот макан это купять, и там дальше начинается стандартное наматывание сопли на кулак, что вот, е***й, вак, сделали одну машину, продают под разными брендами. Нет, это все не так. Если что, посмотрите обзор на макан. Вот, совершенно другая история. И кайен то же самое. Если ты хочешь просто классный, бестный, клевый автомобиль, большой, куда все влезут, но при этом тебе важно, чтобы там что-то где-то как-то куда-то порулить рулем, чтобы там где-то как-то что-то понажимать на тапку в пол, кайф, все. И не нужно смотреть ни на какие другие карикатуры. Да, понятно, что, типа, могут кто-то кататься на кайенах, и как раз-таки быть той самой карикатурой, что вот, какая-то стандартная девочка, или какой-то непонятный мальчик, или прочее-прочее. Но не стоит обращать на это внимание. Потому что все, что вас должно волновать в случае с покупкой автомобиля, это ваше конкретно личное ощущение. И с точки зрения водителя, если вы вот сюда садитесь, едете и просто там, типа, как-то существуете в машине, то ощущения великолепные. Ровно точно такие же, как вам и рассказали маркетологи. Потому что в случае с этим автомобилем маркетологи не нахерили. В салоне есть одна проблема, которая есть и у Audi, и у Volkswagen, и вообще практически у всех современных автомобилей. И у Mercedes, у BMW поменьше, но больше всего страдает и вся V-группа, и Mercedes. Это и глянцевый пластик. Потому что, как бы, изначально выглядит все замечательно. Вот ты купил машину, отодрал все пленочки, оно все такое, до тебя тут никто, муха не сидела, пылинки нет, пальцем ничего не потрогано и так далее. Но потом ты эксплуатируешь автомобиль, проходит сколько-то лет, и начинается история, что, типа, там, куда ты чаще всего тыкаешь, у тебя там есть такие маленькие царапинки. Они вроде бы, как бы, не сильно заметны, особенно, когда у тебя все включено, все светится и все в порядке, оно тебе глаза не бьет, потому что экраны яркие, все хорошо. Но ты знаешь, что оно там чуть-чуть начинает потираться, и ты такой, сука, я же, блядь, премиум купил. Блядь. Где моя классная, металлическая, холодная кнопочка, которая с выверенным усилием, которая все, вот там, типа, как стеклоподъемники, как еще что-нибудь другое, типа, вот оно ж, вот тут вот эти вот рычажки, они ж, ну, пи***та. Порше в это умеет, особенно если посмотреть предыдущие кузова, там, типа, что Маканов, что Каенов, что 911-х, Кайманов, все, что угодно, вот все, что кнопочное, все, что аналоговое, оно такое охуенное, что ты просто кусишь, ты можешь туда потратить часы времени, просто тыкая на все кнопочки, крутя все крутилочки, на то, вот насколько оно все сделано. Но когда тебе вешают вот такой вот монитор, и, скорее всего, даже вот в аудио, это намного большая проблема, и он начинает пачкаться от рук, он начинает быть весь в пыли, в солнечный день ты на него смотришь, и такое ощущение, что ты едешь в пылесосе, в котором только что, вот, ну, типа, вот пропылесосили комнату, и ты сидишь в этом фильтре, потому что все в пыли, ты это все видишь, это бесит, а потом оно еще потихонечку начинает выцветать, еще как-то изнашиваться, и оно такое, да. И, условно говоря, если, опять же, ты покупаешь машину из-под человека, который, типа, не сильно там ухаживал за салоном, были там, знаете, там ногти такие, вот, блядь, как у птеродактиля, там, кольца там какие-нибудь, все такое, у тебя вот это все может быть очень сильно замызганным, и ты за этим нихуя не сделаешь. Но можно же взять и натянуть пленочку, как довольно большое количество людей делает, вот как со смартфоном каким-нибудь Xiaomi, который топ за свои деньги, ты его такой достаешь, берешь с Алиэкспресса пленочку за 100 рублей, такой, все, буду вот пользоваться теперь, похер, что телефон становится толще, что у тебя палец не так скользит, то, что там инженеры сидели, думали, тем, что там было какое-то правильное покрытие экрана, что было правильное покрытие, нахуй идите, 100-рублевая пленочка, все, ни хуя не видно, мутно поцарапано, зато пленочка, зато там внутри, где-то есть какой-то там плюс-минус экран, и, сука, с автомобилями по 6, по 10 миллионов рублей, сейчас нужно делать, нахуй то же самое, блядь, я не хочу, я хочу, чтобы, типа, у меня вот как инженеры придумали, до чего я должен докасаться, до того я и хочу докасаться, я не хочу ездить в целлофановом пакете, не заставляйте меня, вак, блядь, не надо, и Мерседес тоже туда же, если что, вы такой же хуя страдаете, все сейчас такой же хуя страдают, один BMW еще как-то пытается держаться за кнопки, но тоже все равно уже получается хуя, во всем остальном претензий ноль, материалы, то, как ты сидишь, руль, все великолепно, все, ну вот как мы говорили, что в Панаме у тебя центральный панель такой, стеклянный, он когда включен, классный, все, вопросов ноль, и вот этот вот здоровый экран, ну, ну, со временем, ммм, 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 хочется, чтобы было заебись надолго, оно, ммм, и коротко, по итогу мы с вами же не ответили на вопрос, что первичней, маркетинг или автомобиль, и в целом, условно говоря, как маркетолог всех своих компаний, и плюс как человек, который хоть немножко понимает в пиаре, вот что думаю, понятно, что маркетинг, пиар, и любое другое управление головами людей, это прям наука, естественно, каждая большая корпорация в совершенстве владеет всеми этими науками, если взять определенный алгоритм действий, то в общество можно засунуть абсолютно любую идею, вопрос будет только в сроках реализации, и все, если идея дикая, ну, по типу того, что типа там есть детей, например, то ну просто потребуется чуть больше времени, чтобы такую идею в обществе сформировать, а если там типа идеи каких-то там, не знаю, белых мишек, экологии, переживаний по поводу двух трансгендеров, типа вот эти все вещи, это довольно быстро потеряется, но результат у вас все равно один и тот же, через какое-то время можно заставить людей думать так, как выгодно тебе, это как бы, ну нормально, вопрос просто алгоритма и соблюдение инструкции, но если взять автомобильный мир и автомобильный бизнес, то вроде бы здесь, как бы работают плюс-минус те же самые механизмы, но есть один очень важный нюанс, который называется срок производства и цикл производства конкретной модели, любой автомобиль на конвейере стоит у вас там плюс-минус 7 лет, вот сейчас в данной текущей обстановке, может быть у кого-то там постоит 6 лет, у кого-то постоит 8, но в среднем по больнице 7, и у тебя не так много времени, чтобы прям вот формировать и долго настаивать какое-либо мнение касаемо там какой-нибудь модели, потому что через какое-то время она просто устареет или поменяется, а если ты не будешь менять свою модель, ты просто очень быстро проиграешь конкурентам, поэтому у тебя нет долгого срока, чтобы людей прям, ну, влюблять в машину, потому что она в любом случае очень быстро поменяется, поэтому чисто маркетингом и пиаром ты не вывезешь, ты можешь как бы немножечко людям говорить, что купите, купите хорошую машину, но чисто только на одном этом ты не вывезешь, потому что люди очень быстро прочухают, что это говно и перестанут его покупать, ведь довольно много было таких случаев, когда автомобильная компания выходит и такая, типа, это прорыв, это наша новая модель, это наше новое, все, будущее наступило прям здесь, и мы делаем большую ставку на то, что вот этот автомобиль там полетит, как только мы откроем продажи и жиденько после этого обсирались, таких примеров очень много, хотя при этом понятно, когда концерн выходит и заявляет, что вот мы делаем ставку вот на эту машину, естественно, они все свои возможные инструменты по маркетингу и пиару будут задействовать, но не всегда это спасает, потому что если автомобиль оказывается говном, он оказывается говном, как ты его не продавай, ведь если бы сама суть продукта была бы никому не важна, то тогда третий фокус не провалился бы в продажах, Kia Seltos бы не провалился бы в продажах и не провалился бы современный модельный ряд Audi и куча-куча других автомобилей, и все попытки Renault ворваться в премиум и бла-бла-бла. У каждого автомобильного концерна есть автомобили, которые просто не взлетают, потому что они говно. А Каен продается из поколения в поколение огромными тиражами. У этой модели свой собственный завод и огромная фан-база людей, которые вот, ну, типа, просто очень сильно любят эту тачку и очень сильно ее хотят и постоянно будут покупать новые. И при этом, естественно, он не продукт пиара и маркетинга. Пиар и маркетинг — это лишь один из столбиков, который держит всю эту конструкцию. Но в фундаменте у него лежит то, что это технически и просто сам по себе аж***нный автомобиль, который сделан инженерами. Вот. Такие мысли. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Пишите, сколько мне денег Порше заплатил за это, как обычно, да, чтобы бэушный-то Каен обозревать, конечно, да. Порше ждет, ждет, спит и ждет. Как же, блядь, на бэушный Каен, то, чтобы кто-нибудь обзор снял. Вот. И все. Пока.